После того, как у Blizzard вышла неудача с переизданием третьего Warcraft'а, конторе срочно понадобился большой новый хит. Ну или хотя бы большой старый хит. Чисто реабилитироваться в глазах многомиллионной аудитории. На роль победоносного ремейка назначили Diablo 2. Выбор казался практически безупречным. Тот тебе и 20-летний юбилей оригинальной игры. Тот тебе и армия фанатов, которая искренне рада возможности снова обломать Diablo кривые рога. И вот, Diablo 2 Resurrected наконец-то добрался до релиза. Мало кто мог предположить, что ему удастся потягаться с мощным стартом Warcraft 3 Reforged. Но место оказалось намоленным. Уже в первые дни после релиза игроки взвыли от множества технических проблем, которых в игре такого уровня вообще быть не должно. И ладно бы там игроков, скажем, тупо не пускало на сервер. В онлайн играх народ к такому привычный. Но нет, баги у ремастера 20-летней выдержки оказались не просто багами, а настоящими богатырями. На форум Blizzard обрушилась не агара жалоб на массовые исчезновения персонажей. Вместе со всем непосильным трудом нажитым добром. Игорьки жаловались на кривую мини-карту, которая кажет план уровня из предыдущей игровой сессии. Жаловались на долгие загрузки, которые, привыкли к боссу, заканчивались мгновенной смертью персонажа. У многих возникало стойкое чувство, что пока Игорек радостно ерзал на стульчике и смотрел на загрузочный экран, игра на сервере давно уже началась. Ну и всякие другие адские баги, из-за которых игра закономерно потонула в негативных отзывах. Рейтинг оной, в зависимости от платформы, болтается где-то между 4 и 6 баллами из 10. В общем, тот, кто прошел Киберпанк на релизе на ремейке второй Диаблы, не смеялся. Но если ты преисполнен решимости нырнуть в ностальгию и таки провести марш-бросок по преисподней, ты лучше подожди патчей. 20 лет ждал, ну еще пару месяцев потерпишь. Игра за это время станет только лучше. Но это конечное, если в Близзарде окончательно всех не поувольняют, заменив скучных серых программеров на озорных радужных трансформеров. Подробнее о таких перспективах – следующая новость. Даже сейчас, после массовых зачисток руководства, Activision Blizzard продолжает с двух рук расхлебывать последствия многочисленных скандалов. Потому что пошученная даже 10 лет назад похабная шутка – и это по нынешним меркам страшное преступление. А вот публичная и массовая травля компании в интернетах – это наоборот – дело сугубо справедливое и правильное. Руководство Blizzard извинилось раз, извинилось два. Потом они выгнали старое креативное начальство. Еще немного поизвинялись. Потом дали команду вымарывать из игр упоминания о прежнем руководстве. Но, разумеется, этим дело не ограничилось. Радужный маховик репрессий уже не остановить. И вот уже команда World of Warcraft занята крайне важным и продуктивным делом. Теперь они выискивают и выпиливают из игры все скользкие шутки и двусмысленные намеки, которые туда полтора десятка лет ловко напихивали их предшественники. Сперва из описания квестов вырезали игру слов про мошонку и шлюх. А третьего дня игроки обнаружили, что в Warcraft умело отреставрировали несколько картин. На портрете у дамы в разведштабе Штормуинда пропало глубокое декольте. Фигуристой тетеньке с полотна в поместье Черный Ворон повезло меньше. Сочную тетку просто заменили на тарелку с фруктами. Дескать, на них теперь слюни пускайте. Он там как раз сбоку лежит лимон. Безусловно, это крайне важные победы контуженных хунвейбинов над проклятым сексизмом. Но борьба только началась, и впереди непочатый край работы. Например, в игре остались сексуальные демоницы-суккубы. А ведь это явная дискриминация. Так что скоро чернокнижники смогут призывать еще и демонических пареньков-инкубов. Страшно представить, как вообще без этого осмелились выпускать игру. Но теперь-то все пойдет на лад. Ну а чтобы утихомирить обиженных и оскорбленных, решили применить надежное проверенное средство – дать денег. Activision Blizzard организовала фонд на 18 миллионов долларов. Вот из него планируют платить компенсации обиженным. Сделали это под давлением американской комиссии по равным возможностям в вопросах трудоустройства. Однако представители местного профсоюза уже заявили, что эти жалкие 18 миллионов – это вообще ни о чем. Говорят, это просто пощечина обиженным сотрудникам. Дескать, они годами задыхались в токсичной атмосфере офисов Activision Blizzard. И теперь вот эти гроши. А главное, у вас чистых активов на десятки миллиардов баксов. Так что жалкими подачками не отделайтесь. Ну, грамотно, конечно, действует. Это наглядный пример известной народной мудрости. Ухватил лоха – бей до смерти. В общем, как там? Примерно. Говорили в книге «Драконы моря». Мы, бедные мореходы севера, живем небогато. А у вас мы видим – все хорошо. Так что Activision Blizzard и дальше будут дербанить, ловко выгрызая шматки посочнее. Посмотрим, насколько там хватит.